Но прежде всего стоит отметить, что главной темой на встречах с лидерами Казахстана и Кыргызстана было экономическое взаимодействие. И это понятно, поскольку это ключевые страны в реализации проекта «Пояс и путь». Кроме того, Казахстан, я напомню, та страна, где, собственно, об этой инициативе Китая была объявлена. И это ближайшие страны на северном маршруте «Пояс и пути», транзитные страны. Поэтому степень их вовлеченности в этот проект, степень сопряженности программ развития этих стран с инициативой «Пояс и путь» определяет во многом будущее этой инициативы. Что касается встречи с Путиным, кроме, собственно, экономического взаимодействия, а я напомню, что там был подписан ряд соглашений, в том числе и соглашение по сотрудничеству в атомной энергетике на довольно большую сумму денег. Продолжится поставка Росатомом реакторов на Тяньваньскую АЭС. И для Китая это такая возможность немножко разнообразить своих партнеров по атомной энергетике, потому что до этого основными партнерами Китая в этой сфере были Франция и США. Редактор субтитров А.Семкин